Доброе утро, дорогие друзья! И телепередачи «Утро нового дня». Напоминаю, сразу двумя телеканалами «Первым Крымским» и «Крым-24», потому что вещаем мы одновременно на них. А мы находимся в такой интересной локации, у нас сочные, яркие такие вот мебель, за что я хочу сразу же сказать спасибо нашим партнерам компании «Фавила». А я хочу сказать спасибо всем тем, кто готовил сегодняшний выпуск, и давайте узнаем, чего же ждать в ближайшие два часа. Победить простуду и укрепить здоровье – необычным способом, почему в Крыму популярность набирает моржевание. Провести время с пользой для здоровья и без опоздания добраться до работы. Какие достоинства имеет велосипедный транспорт? Синий, красный, желтый – стекло может быть не только прозрачным. Как превратить дом в самоцветную шкатулку с помощью витража? Женщина в воздухе. 110 лет назад впервые был совершен одиночный полет на самолете француженкой Элизой Дерош. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». На часах 7.01. А это значит, что пора рассказать о новостной повестке дня, которую подготовили наши коллеги с телеканала «Крым-24». Третий этап. На улице Александра Невского в Симферополе продолжается капитальный ремонт. Подрядчик перешел на новый участок. Там и нет коммуникаций кладут новое асфальтобетонное покрытие. На объекте побывала и наша съемочная группа о том, как реагируют горожане на преображение одной из центральных улиц Крымской столицы. Материал Александра Федорчука. Обновление канализации водопроводных сетей и тротуаров на участке улицы Александра Невского от Суворовского спуска до улицы Павленко кипит работа. Правда, это не всем по душе. Я вижу, что просто постоянный ремонт. Что можно ремонтировать так долго? Вот серьезно, расскажите мне. По строительной площадке ежедневно движутся сотни людей. Время идет, а неудобства утомляют. На улице Александра Невского сейчас идет уже третий конечный этап реконструкции. На объект может заезжать только специализированная техника. Для другого легкового и грузового транспорта проезд закрыт. А вот пешеходам передвигаться здесь никто не запрещал. Поэтому дорога домой или на работу может быть непростым испытанием. Это особенно ощущают пожилые люди и мамы с маленькими детьми. Но когда сложно, на помощь приходят рабочие. Но все же в большинстве случаев к ремонту улицы Александра Невского люди относятся с пониманием. Считают, главное, чтобы город преображался. Конечно, готовы потерпеть. Лишь бы было все хорошо. И желаю строителям, чтобы они быстрее закончили, были здоровы. Хорошо делают ремонт. Вовремя. Молодцы. Общую готовность улицы подрядчик оценивает на 60%. Два этапа прошли, остался самый сложный. Сейчас устанавливают ливневки и бытовую канализацию. Дальше ждут согласования с профильными службами, чтобы приступить к укладке асфальта и другим работам. Новые столбы будут, освещение, новые троллейбусные опоры, оцинкованные, 12-гранные. Когда приступите к указу опору? Монтаж опор будет в конце октября. При реконструкции на этом участке центра города особое внимание. На строительной площадке постоянные проверки. Основная проблематика, как вижу, этого объекта – это низкое качество проектирования. Базовый проект сделан был, ну, так скажем, без отработки и инженерных коммуникаций, технических решений по тротуарной части, примыканий, по типу асфальта, бетона. То есть требуется доработка по ходу, скажем, реализации проекта. Замечания к рабочим, пусть незначительные, есть. Все исправляют максимально оперативно. С каждым очередным визитом инспекции вопросов меньше. Благодаря усиленному контролю как со стороны администрации, так и Совета министров, подрядчик эти замечания сейчас устранил. Представлен календарный график, по которому у нас есть возможность ежедневно проверять объемы производства работ и их ход. Реконструкция улицы Александра Невского продлится до конца года. Ожидается, что уже в декабре по ней вновь поедут автомобили. Александр Федорчак, Рустам Файзулин, Новости 24. Труднодоступный отдых. Ботанический сад Крымского федерального университета. Один из самых больших на полуострове. Цветочные поляны, вековые деревья, уникальные постройки 18 века. Однако не все могут с легкостью пройти на территорию, чтобы насладиться красотами. Екатерина Серегина выехала на место и узнала, с какими преградами сталкиваются местные жители и гости столицы республики. Дарья молодая мама недавно переехала в район улицы Гурзувская. Сначала обрадовалась. Рядом ботанический сад. Но первая же прогулка с дочерью показала подводные камни. Здесь обычно заканчивается наша дорожка, потому что впереди у нас такой непроходимый участок. Мы ждем какого-нибудь доброго дяденьку, который нам обычно помогает вот с этим вот грузом приятным. Долго приходится ждать? По-разному. Бывает, что довольно-таки долго стоим ждем. Еще неприятно, когда плохие погодные условия, тогда мучительно ждем. Ну вот сейчас не видно никого, наверное, сами поможем, Леш? Поможем? Спуститься с коляской можно только так. Дальше вход на территорию парка, но и здесь все непросто. Это не единственный путь, но довольно популярный, потому что только возле него оборудована парковка. Сюда съезжаются со всего Симферополя и других городов и поселков. До центрального входа с коляской приходится кружить через половину района. Мы идем по пыльной дороге, машину гудят, ребенок просыпается. Мы уже забыли, зачем шли. Прогулка испорчена. Территория ботанического сада 30 гектаров, огорожена по периметру. Оборудованных входов несколько, но этого, судя по всему, недостаточно. Как видим, здесь часть забора явно была выпилена. Сейчас ее заварили довольно прочной арматурой. Однако это жители и гостей Симферополя не останавливает. Они ищут все новые пути, чтобы упростить себе жизнь. Сокращают путь именно здесь не только те, кто живут поблизости, но и те, кто спешат на 95-й автобус. Маршрут проходит как раз по улице Гурзувской. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотели бы, чтобы здесь установили калитку такую цивилизованную? Обязательно. С любой стороны должен быть заход. Неудобство добавило и, казалось бы, благое дело – ремонт мостов вокруг парка. Потому что делают его одновременно на всех в районе. Где-то для прохода оставили пространство, а где-то нет. И люди идут прямо по стройматериалам. Сделайте один мост, переходите на следующий. Потом на следующий. И так сделайте. Люди идут, спотыкаются эти вот камни под ногами. Все завершить подрядчик обещает до конца недели. Пандусы, которым так просят жители установить, планируют. Но уже на следующем этапе реконструкции набережной Салгира, когда начнут благоустройство тротуарных дорожек. К тому же именно этот участок, сложный, он примыкает к забору парка. Чтобы попасть в нормы пандуса, мы должны разогнать порядка на 6 метров влево и вправо нормативный пандус. С левой стороны мы видим входную группу. То есть, как бы, это тоже изменение к забору. Соответственно, здесь мы должны тоже поднять отметку на уровень моста. Крымский федеральный университет со своей стороны также готов содействовать. Если официальное будет обращение на руководство Крымского федерального университета, и если действительно в этом будет необходимость, чтобы пойти навстречу жителям, будет организован и дополнительный вход, и устроен тот, который существует. Чтобы путь в парк перестал превращаться в силовую тренировку или ходьбу с препятствиями, наш телеканал продолжит следить за темой. Екатерина Серегина, Алексей Романов и Сейдмемет Кукчеев. Новости 24. Около 500 разновидностей хризантем представили в Никитском ботаническом саду. Это рекордное количество за последние несколько лет работы отечественных селекционеров. 137 сортов выращены впервые. Нашим журналистам удалось побывать на балу хризантем еще до его официального открытия. С разноцветного осеннего ковра репортаж Лилии Веджат. Рязаночка – ровесница крымской весны. Небольшой куст шаровидной формы получен от сорта Тутунпинг – голландской культуры. У этой иностранки, которая прижилась на ЮБК, есть и крымская мама. Сначала она вот такая розоватая, потом она белеет, но все равно… Да, да, да. И она старается вообще прям светленькая. И вот форма соцветия, она просто не меняет. Цвет просто меняется, а форма соцветия не меняется. И она очень декоративна на протяжении всего цветения. Почему рязаночка называется? Рязаночка? Ну, я просто назвала, потому что я с Рязани. Коллекция хризантем в Никитском ботаническом саду – крупнейшая, старейшая в стране. Первые заметки об этой культуре появились в журнале «Садоводство» за 1844 год. Тогда выращивали интродуценты, то есть новые культуры, завезенных с родины японских и китайских цветов. С 1939 года в России выведены десятки отечественных и декоративных сортов. О, обалденные цветы. Ну, так скажем, в сказке такое даже не передать. Все цвета, запахи, бабочки, пчелки – это нечто. Именины сердца, по-другому мне не скажешь. На чувствительную культуру влияет погода, световой день и забота селекционеров. Ведь пышность цветения – результат круглогодичного труда. Всего на выставке 472 сорта. Только 12 из них – голландские. Остальные отечественные, более сотни, выращены впервые. Благодаря благоприятным климатическим условиям южного берега Крыма, здесь под открытым небом в октябре-ноябре распускается огромное количество цветов, в то время, когда во многих районах России уже лежит снег. В Японии верят – хризантема способна уберечь от несчастья и недугов. В восточных странах цветок связан со здоровьем, богатством и мудростью. Хризантема с японского означает солнце, с греческого – золотой цветок. До многовековой селекции цветы имели исключительно желтую, но или оранжевую окраску. Хоть и не все бутоны раскрылись из-за теплой погоды, ощутить аромат крымского бархатного сезона можно. Никитский ботанический сад – ровесник наполеоновских войн. Крымские селекционеры за 207 лет распространили посадочный материал по всей стране. Современный облик Крыма – это непосредственно заслуга в первую очередь Никитского ботанического сада, потому что многие растения, которые мы видим и в Ялте, и в Алуште, это магнолий, кипарисы, и это все производилось, выращивалось, и сейчас продолжает выращиваться в Никитском ботаническом саду. Бал «Хризантем» пройдет в 66-й раз для новых сортов. Название выберут посетители. Свои предложения можно высказать на выставке 25 октября. Лилия Вежат, Руслан Князев, новости 24, Большая Ялта. К этому часу были все новости. Мы будем держать руку на пульсе, чтобы информировать вас, дорогие друзья. Саша, я вот к тебе вернулась и хочу обсудить такой интересный момент. Вот буквально перед тем, как ехать на работу, я изучала соцсети, да, инстаграм наш пресловутый, и наткнулась на такое сообщение, о котором говорит Владимир Жириновский, о том, что чтобы изменить демографическое положение в России, нужно вести многоженство. Вот мне интересно, как мужчина, твое мнение, что ты скажешь на это? Ну, однозначно сложно ответить, потому что, например, многие религиозные культы не приемлят это. В тех случаях, когда, допустим, моральные принципы человека позволяют ему такое совершать, ну, почему бы и нет? Ничего против лично я, например, не имею. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Ну, прекрасная позиция. Я, кстати говоря, по поводу своей позиции еще бы хотел кое-что высказать. Тебе не кажется, что нам вдвоем чего-то не хватает? Вот согласна с тобой, что нам не хватает общества наших коллег, которые я уверена... Абсолютно верно. Я предлагаю прямо сейчас к этому обществу и обратиться. Наши коллеги из радиейной студии наверняка готовы к нам присоединиться. Доброе утро, дорогие коллеги. Как началось ваше утро нового дня? У нас началось все с такого небольшого обзора астрономических событий от Максима. И в том числе о последних событиях в мире мы поговорили в начале часа. Ну, а сейчас мы перешли уже непосредственно к теме первого часа эфира. С нашими гостями мы обсуждаем, что же такое федерализация интернета и насколько, я так понимаю, да, наше пространство, интернет-пространство на территории нашей страны безопасно, защищено и может автономно существовать вообще в мировой сети. И к каким выводам вы уже пришли? А мы только начали приходить к выводам. Мы только начали обсуждать. Ну, в таком случае я добавлю, что меня очень заинтриговала тема астрономии. О чем же вы говорили? А вот смотрите, сегодня 21... Вот раз я же проводил этот урок, ликбез, значит, я тогда и здесь продолжу его. Учитель астрономии, знакомьтесь. Мы сегодня, мы сегодня, нет, не учитель, а ученик был, но у нас все равно. Смотрите, с 21 на 22 октября как раз был пик метеорного потока Арианида. Один из достаточно известных метеорных потоков, который вот пересекает Земля в течение своего года. Кстати, это метеорный поток, который образован кометой Галлея. Кстати говоря, когда-то в далекие молодые годы я тоже занимался астрономией. И как раз сегодня, выходя рано утром, в 4 часа утра из дома, я увидел прекрасного красавца Ориона, который прямо над моим домом висел. О, о нем это же говорили. Но, правда, ни одного метеора так и не заметил. Ну, потому что немножко надо, да, потерпеть, посмотреть, понаблюдать за небом. И желательно там, где нет засветки. Но, может быть, кому-то повезло у нас в Крыму и не только в Крыму. Ну, Саша торопился на эфир, я думаю, поэтому ему не было времени. Не до метеора, абсолютно верно. Наблюдать. Спасибо большое, дорогие коллеги. И вам спасибо, коллеги. Хорошего дня вам тоже. Пока-пока. Но мы вернемся. Я предлагаю от метеорного потока, который образует, скажем, ночную погоду на чистом звездном небе, обратиться к погоде, которая прямо сегодня ожидает сниферопольцев и жителей Крыма за их дверями домов. Поддерживаю тебя, поэтому давайте смотрим следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, я предлагаю повторить и озвучить специально для наших телезрителей, какая же погода ожидается в течение дня, вдруг кто-то не успел, но это все-таки важная информация. Итак, в Симферополе сегодня на календаре 22 октября мы напоминаем переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла. А вот в Севастополе погода, в общем-то, похожая, тоже без осадков и тоже переменная облачность, однако тумана не ожидается. Температура днем до 22 тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность также, к счастью, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, а температура воздуха 19 и 21 градусов тепла. А вот в Керчи небо безоблачное, погода будет просто замечательной, а воздух прогреется до 19 тепла. И это не может не радовать. Я предлагаю перемещаться дальше к той заклейке, которую мы приготовили специально для вас, наши дорогие телезрители. Ну что ж, Саша, давай начнем. В общем-то, ситуация была довольно грустная, когда девушка упала с 40-метровой высоты. Напоминаю, это высота 13-этажного здания. И это не просто обрыв, а обрыв, который находится в труднодоступной местности. И вот здесь наши бравые спасатели оказались просто на вершине. Потому что вершине имею в виду своего мастерства. Потому что они действительно сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти девушку. Благо, звезды, может быть, метеорные потоки распорядились благой. И женщина упала на густую растительность, которая смягчила падение. Она, конечно, получила определенные травмы, но осталась жива. И это, мне кажется, самое главное. И вообще выделяют, что около пяти часов потратили на спасение девушки. Но самое главное, что да, наши, не побоюсь повториться, наши крымские спасатели смогли совершить такой героический поступок. Но, в принципе, для мужчины я считаю, что это нормальное состояние спасать и быть благородным. Да, действительно, потому что спасение и благородство – это очень важно. И подвиг – это тоже немаловажная часть мужского достоинства. Вот я, например, считаю, что отчасти выезжать на улицы Симферополя – тоже маленький, но подвиг. Ежедневный, я бы сказал. Конечно, конечно. Потому что наши пробки, наши курсы, валюты, они все равно очень подвержены изменениям. Так давайте же узнаем, чего же ожидать сегодня от них. Для этого я выхожу к нашему плазменному экрану и готов вещать, готов рассказывать. Итак, на сегодня давайте сначала поговорим о ценах на топливо. 1 литр 98-го бензина сегодня стоит 56 рублей 53 копейки. 95-го – 49 рублей 23 копейки. 92-го – 44 рубля 79 копеек. Дизельное топливо – 50 рублей 42 копейки. И 1 литр газа, а газ, согласно номенклатуре системы СИИ, измеряется именно в литрах, стоит 22 рубля 92 копейки. От курса на топливо перейдем к курсу валют. Доллар сегодня стоит 63 рубля 76 копеек, а евро – 71 рубль и 16 копеек. Доллар в эти сутки подешевел, как и евро. Порядка 10 копеек обе валюты потеряли за прошедшие сутки. Такова динамика на валютном фондовом рынке. Надеюсь, Ира, тебя эта информация порадовала? Ты знаешь, меня очень порадовала эта информация. Все-таки в перспективе, я надеюсь, стать участником дорожного движения и, надеюсь, в самом скором времени. И игроком на валютной бирже. Ну да. Ну, конечно, лучше бы все-таки иметь большую сумму, долларов, как ты сейчас сказала, и, возможно, вложить в какой-то бизнес. Было бы вообще здорово. Ну, мечтать не вредно, как говорится. Для этого нужно работать, работать и еще раз работать. А я предлагаю тебе, знаешь, что рассказать? По поводу того, что у нас в Симферополе с 21 по 25 октября проводится такой интересный городской фестиваль искусств под названием «Золотая осень 2019 года». И проводится он уже более 30 лет. Одно из событий, один из конкурсов, уже прошел 21 и 23, планируется в 17.00 в концертном зале фольклорный праздник. Но об этом, я думаю, мы расскажем попозже. А сейчас я предлагаю переместиться на улицы нашей крымской столицы, где находится наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина. И я уверена, что она наблюдает что-то интересное и готова поделиться впечатлениями. Дочка, доброе утро, Татьяна. Доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Крымчане. Я нахожусь в сквере имени Екатерины. Сейчас на улице прохладно, но не стоит забывать, что у нас второе лето. Днем температура поднимется до такого приятного градуса, плюс 19, а вот в течение дня, точнее утром, будет 8 градусов. И, конечно, днем будет жарко, а вечером холодно. Кстати, интересно, что синоптики ведут подсчет этих данных и за последние 130 лет максимальная температура в этот день составила в 1916 году плюс 27 градусов, а минимально в 1925, только представьте себе, минус 4. Ну, кстати, эти потепления у нас кратковременные, сейчас не стоит забывать, что нас ждут и холода, но, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, крымчанам холода не страшны, к отопительному сезону мы полностью готовы, и Крым газом обеспечен на год вперед. Кстати, также у меня есть приятная новость о том, что уже совсем скоро включат отопление, но пока нам нечего абсолютно бояться, потому что на улице погода просто прекрасная. Кстати, также хочу напомнить, что отопительный сезон в Симферополе начался 15 октября, начали отапливать школы, детские сады и больницы, ну, а в целом уже обогрев жилых помещений начнется тогда, когда в течение дня температура продержится, в течение 5 дней температура продержится 8 градусов. До этого у меня все, коллеги, передаю вам слово, ну, а всем, конечно, желаю бодрого утра. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Меня больше всего удивляет то, что сегодня цвет настроения у всех розовый. Абсолютно согласна. А я уже думал, куда делся весь мой стриптоцит? Я предлагаю, Сашенька, перевеститься вот с одной из улиц, здесь сейчас была Татьяна, наш мобильный корреспондент, на улицу, даже я бы сказала, местность, которую я лично очень люблю и часто хожу на работу. Я думаю, кстати, ты тоже, возможно, проходишь мимо в детский парк. Да. Потому что именно в детском парке высадили 22 саженца. И нужно сказать, что сделали это по программе, по, скажем так, даже не программе, а акции, которую назвали «Семейное дерево». Нужно было семьям заранее подать заявку и высадить одно из лиственных деревьев, то есть либо грецкий орех, либо там целый перечень был, клён, например. Люди действительно отозвались на это и с большим удовольствием сажали деревья, которые станут бесспорно вложением в зелёное богатство нашей крымской столицы. Да, и интересно, что высадили два каштана, восемь платанов и десять лиц. Я думаю, что это радостно. Особенно мне приятно услышать слово «платан», потому что, ты знаешь, это такое очень южное дерево, которое имеет могучую крону, могучий ствол, и бесспорно это украшение нашего юга. И я считаю, что Крым вообще, Симферополь, платан должен стать лицом нашего города. Поддерживаю. Вот я сегодня тебя постоянно поддерживаю. Ну, наверное, это хорошо. И, в общем-то, я думаю, что тот день, когда у нашего Крыма, крымского Симферополя, появится ещё один символ, например, «плота», будет маленькой вехой в истории. Ну, а чем же интересна сегодняшняя дата с точки зрения истории? Давайте узнаем из следующей рубрики. Ровно 110 лет назад состоялся первый полёт женщины на самолёте. Небо покорила баронесса Элиза Раймонда Де Рош, которая до этого была известна публике как театральный актрис. Француженка подружилась с авиатором Шарлем Вуазелем и на его транспорте самостоятельно поднялась в воздух. Пролетев несколько сотен метров, она благополучно приземлилась. После этого происшествия Элиза задалась целью научиться управлять самолётом. Уже через год Де Рош получила удостоверение пилота. Так она стала официально первой лётчицей Франции. Несколько лет ездила по Европе в составе летающего цирка, выступала и в России. В 1919 году баронесса установила ещё два женских мировых рекорда на высоту и дальность полёта. Памятник лётчице установлен в парижском аэропорту Лебурже. Сейчас в мире около 5% лётчиков составляют женщины. Ну, Ира, а ты любишь летать? Летать очень люблю. Ты знаешь, но больше я люблю спорт. И вот хотела бы у тебя спросить, а ты знал о том, что самбо считается национальным видом спорта у нас в России? Нет, не знал. Как оказалось, я тоже, если честно, об этом не знала. Хотя ты знаешь, буквально недавно, слушая наше радио, радио Крым, я узнал, что оказывается самбо — вид борьбы, который был изобретён в Советском Союзе. Да, вот и я так же удивился. Удивлений, да, удивилась. А слово-то какое, казалось бы, иностранное оказывается. Больше на танец, да, похоже, самбо. Но танец, но боевой, да, скажем так. И вот хотелось бы сказать, что трое наших ребят, крымских жителей, будут представлять наш полуостров на первенстве Европы. То есть они вошли в состав сборной России. И я считаю, что это большое достижение для нашего Крыма. Вот. И знаешь, меня ещё больше восхищают спортсмены тем, что они как физически, да, развитые, так и интеллектуально, несмотря на то, да, какие бы тут стереотипы самые разные по поводу спортсмена. Ну, я должен сказать, что, на мой взгляд, любой спортсмен, который добивается каких-либо значительных результатов, бесспорно, должен обладать определённым средним, выше среднего уровня интеллекта, потому что без понятия тактики и стратегии, наверное, в любом виде спорта не добьёшься никаких результатов. Конечно, хотя да, казалось бы, что там сложного, но на самом-то деле, да, нужно просчитывать какие-то стратегии, ходы. Вот интересно мне другое. А владеют ли наши самбисты умением держаться хорошо в мороз и в холод, и закаливаются ли они по утрам? Это зависит от того, насколько они крымчане, потому что, казалось бы, крымчане, в первую очередь, народ южный и должны к холодам относиться, ну, скажем, недоброжелательно. Однако, оказывается, есть целое направление, которое, собственно говоря, поддерживает тренировку себя в холоде, и называются эти люди, как ни странно, моржи. О том же, как люди проходят моржевание, как готовятся к холодам и как закаливают свой организм, давайте узнаем из следующего сюжета. Проснуться на рассвете и выйти на пробежку. В свои 85 Анатолий Кунгуров начинает каждое утро со здоровительных процедур. Вместе с командой единомышленников и море по колено, уверен мужчина. Тем более, когда речь идёт о моржах. Клуб присоединился около 40 лет назад. Когда понял, что ни одно из доступных средств не помогает от инфекционного полиартрита и подагры, болезней суставов, сделал ставку на закаливание и не прогадал. Своей жизнью и здоровьем, чтобы прожить столько лет, я обязан морем. Утром, если встал, думаю, сегодня сделай выходной. Нет. Пересилил себя и пошёл. Большинство моржей уверяют, ни простудами, ни гриппом не болели уже много лет. Организм привык к низким и даже минусовым температурам. Перед погружением в холодную воду делают простую зарядку. А вот новичкам следует помнить, иммунитет нужно укреплять и развивать так же, как мышцы, постепенно, но регулярно. При этом важно тонко чувствовать своё физическое состояние и не давать организму чрезмерные нагрузки. Гнаться за рекордами профессиональных моржей без должной подготовки опасно для здоровья. Мы всё равно, если температура 38, всё равно идём и купаемся, несмотря ни на что. Закаливание противопоказано при гипертонии, болезнях сердечно-сосудистой системы и почечной недостаточности. Чтобы не навредить здоровью в попытках укрепить иммунитет, нельзя забывать, что организм каждого человека индивидуален. Он же не рассказал, чем закончилась эта ситуация в дальнейшем. Да, один раз ему повезло, другой раз он может целечься с пневмонией, для него это нормально, а для общего количества людей это может закончиться достаточно фатально. Обтирание мокрым полотенцем обливания и контрастный душ – первые шаги к такому укреплению иммунитета безопаснее всего делать в домашних условиях. И только после этого переходить к окунанию в море или в других открытых водоёмах. Важно понимать, что всё это нетрадиционные методы профилактики заболеваний гриппа, и заменить основные они никоим образом не могут. Тем не менее, если вы хотели присоединиться к движению моржей, сейчас самое время для этого. Стефан Филатов, Максим Курчев. Утро нового дня. Ирина, скажи, пожалуйста, ну а ты пытаешься как-то закаливаться, поддерживать свой организм? Ты знаешь, иногда вот я практиковала контрастный душ по утрам, ты знаешь, бодрит на самом-то деле, заряжает энергией. Действительно, а для тех, кто не боится смены резкой температуры, то я бы даже порекомендовала, если честно, потому что самочувствие в течение дня улучшается. Но, к сожалению, это у меня была недлительная акция. Нет, я могу честно сказать откровенно, что я на такой подвиг не готов, потому что я слабо себе представляю, как можно… Ну, точнее, я представляю, безусловно, всякие случаи в жизни были, но нет, холодная вода – это не для меня. Но, тем не менее, наверное, своеобразным закаливанием можно считать то, что я, например, всегда даже зимой сплю с открытыми окнами. Открываю окно, настежь, ну или не настежь, а серьезно, и вот сплю, чтобы в комнате было весьма прохладно. С одной стороны, это очень уютно, когда под одеялом тепло, а вокруг тебя такая прохладная атмосфера. Но, тем не менее, да. Вот, наверное, это тоже своеобразное закаливание. Я тоже так люблю делать, я тебе признаюсь, если честно, и плюс это еще молодит, говорят. Ну, не знаю, не знаю. Будем надеяться и верить в это. Хочется верить, да. А то говорят, что холод, голод и крем-ромашка – наше все. Холод, как оказалось, наверняка. Ну, давай поговорим о вот такой новости, которую я вчера нашел на просторах интернета, в частности в Фейсбуке. Там, скажем, садоводы и любители природы жалуются на то, что, оказывается, не все люди понимают, что происходит вокруг них. Вот небольшая такая видеонарезка. Давайте посмотрим, как в московском парке открыли так называемый японский сад, сад камней. Это такое место, где камни окружены белым морем из мелкого гравия. И люди, даже несмотря на то, что существуют ограждения, абсолютно не стесняясь, перешагивают его и начинают прыгать по этим камням. Более того, скажу, что нарушают тем самым фактуру этого прекрасного стада камней, который вокруг каждого камня образует волну. То есть специальной гребенкой расчесывают гравий, чтобы он образовал такие вот складки. Как ни странно, людей этот узор не смущает, они бессовестно на него наступают. И даже несмотря на все замечания, которые им делают, они говорят, что все перелазят, и я сделаю так. Как бы ты могла это прокомментировать? Ты знаешь, хотелось бы, чтобы любую локацию использовали по назначению и уважали не только себя, свои желания, какие-то хотелки, не побоюсь этого слова. А все-таки и то, что мы находимся в окружении, есть и другие люди, которые заботятся о том месте, где они находятся, но также и о своем досуге. Вот лично меня больше всего удивляет такой нюанс, ведь сад камней огражден заборчиком, да, который появился, кстати, относительно недавно. Неужели людей не смущает тот факт, что заборчик сам по себе означает заграждение, запрет переходить через, так сказать, его линию? Почему людей это не смущает? Я вот просто... Запретный плод сладок, да, говорят. Видимо, и здесь, наверное, тоже этот принцип, к сожалению, работает. Что может быть сладкого в том, чтобы залезть на камень и сфотографироваться? Абсолютно не знаю. И опять же, я тебя поддержу, согласно, не вижу ни смысла, ни цели, а когда можно же просто понаблюдать, наслаждаться. Кстати, нужно отметить, что вот японские сады становятся все более популярными. Для нас это, наверное, своеобразная экзотика. Такой сад есть в Портеините, такой сад есть за Ялтой. И, кстати говоря, в нашем ботаническом саду Крымского федерального университета имени Вернадского сад носит имя Багрова. Как мы знаем, там тоже есть такая, скажем, небольшая аллюзия на этот восточный японский сад, который я рекомендую абсолютно всем посетить, потому что это очень красиво, очень необычно. Там высажены растения родом из Азии, которые, в общем-то, тоже вносят свой непревзойденный колорит, поэтому это здорово. Здорово. А если честно, не была в таком саду, я бы с удовольствием посетила его, как только появится такая возможность. Но, тем не менее, я уверена, что люди поддерживают эту экзотику, как ты сказал, потому что действительно это здорово, замечательно побывать в такой локации и насладиться красотами и свежим воздухом. Кстати, Ира, ты знаешь, что, например, по ботаническому саду нельзя ездить на велосипедах? Во-первых, это некорректно, потому что люди там обычно очень неспешно прогуливаются, и вот такой вот резкий всадник на велосипеде будет людей смущать. А во-вторых, действительно, это травмоопасно, поэтому там ездить на велосипеде запрещено. Интересно, возьму себе на заметку, но, к сожалению, я на велосипеде не так часто езжу, хотелось бы чаще. А вот самое интересное, что не только травмоопасный это вид спорта, но все-таки есть и полезные и хорошие качества, которые дарит нам именно прогулка на велосипедах. Об этом расскажет наш корреспондент, который подготовил всю нужную и полезную информацию Александр Кононов. Когда-то Дмитрий был заядлым автомобилистом и не представлял себя в дороге без машины, но совсем недавно осознал. При нынешней транспортной обстановке в целях экономии времени лучше использовать альтернативные средства передвижения. В наше время порой тяжело бывает добраться на работу на автомобиле, особенно в будние дни, это вообще дороги загружены, и я пересел на велосипед. Считает основными плюсами велосипеда мобильность, доступность, экономию и здоровый образ жизни. Чувствует, как со временем этот вид транспорта становится для него первостепенным. Жену пересадил тоже на велосипед, сыну купил, а то его первый велосипед до этого он ездил на самокате. Каждый день, используя такой универсальный транспорт, Дмитрий экономит почти час своего времени, который может потратить на свое усмотрение. Рекомендует всем этот способ передвижения. На данный момент в городских условиях, при небольших расстояниях от работы до дома, велосипед является одним из самых распространенных и удобных средств передвижения. Энергию топлива он не потребляет, двигаться на нем можно довольно-таки быстро, все зависит от силы ваших ног, ну и, конечно же, фактически преодолевает любые препятствия. Плюсов, конечно, много, но есть и объективные трудности, не зависящие от самого велосипедиста. Чтобы такой способ передвижения был удобен для любого человека, необходимо создать условия в виде велосипедных дорожек и специальных парковок, которых сейчас в крымской столице просто нет. Город Симферополь имеет благоприятные ландшафтные климатические условия для развития велотранспорта. Я бы все-таки рассматривал велотранспорт не как какой-то способ развлечения, а как альтернативную замену транспортных потоков города Симферополя. Пока что передвижения по автомобильным дорогам представляют опасность для велосипедистов, поэтому часто приходится искать другие пути движения. Хорошо, что этот вид транспорта позволяет проходить там, где не проедет машина. Но тут возникает другая проблема. Петр Сушкин, велосипедист с многолетним стажем, не понастышке знает о трудностях городской или природной среды. Когда попадаешь в окружение стаи собак, то тут в пору заволноваться. Или нажимай на педали повеселее, или останавливаешься там, применяешь все эти круговые движения с велосипедом в защиту, или ищешь подручные камни какие-то. А что остается? Зачастую велосипедисты, выезжая на дорогу, нарушают правила дорожного движения, что влечет за собой необратимые последствия. Сейчас архитекторы уже задумались, как можно помочь велолюбителям. Но пока что этот вариант на стадии разработки. Когда мы разрабатывали концепцию реконструкции набережной реки Салгир, мы закладывали двухстороннюю велодорожку вдоль правого берега реки. И на наш взгляд это может стать основной центральной велоартерией города, соединяющей практически все районы города в направлении с северо-запада на юго-восток. Ну а пока администрация Симферополя только рассматривает проект светлого велосипедного будущего, самим велолюбителям не стоит забывать о правилах безопасности. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Что может быть лучше, когда в нашей крымской столице и не только расширяются перспективы и также решаются вопросы, которые могут заботить наши граждане. Итак, сегодня в нашей студии гость. Александр Нефетов, начальник государственного казенного учреждения Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот честно скажу, что наша редакция это просто лягушки-путешественницы, потому что мы постоянно путешествуем по Крыму от одного города к другому. И очень часто сталкиваемся с тем, что на въезде в Симферополь, ну скажем, образуется такая небольшая пробка, затор. Почему это происходит? Ну, у нас сам пассажиропоток уже настолько повысился, что уже существующая сеть не справляется с тем трафиком, который мы имеем. И вот в основном на въезде в город возникают заторы. Особенно это ярко наблюдается в период туристического сезона. Вот сейчас на въезде в город слегка пробки уменьшились, но зато из-за выполнения ремонтных работ в самом городе уже уплотнилось движение внутри самого города. Скажите, а какая из сторон въезда в Симферополь наиболее проблематичная? Ну, в сам туристический сезон мы наблюдали проблемы практически по всем направлениям. И благополучно с некоторыми поборолись. Первое направление пробка в свое время было со стороны аэропорта, если помните. Вот мы тогда мобилизовались и открыли четыре полосы движения в части тех работ, которые на новый аэропорт. Там ведутся строительные работы. Вот сейчас там никаких проблем нет, все там движется хорошо. Второе основное такое направление было это со стороны Феодосии, построившейся трассе Таврида. Там мы организовали реверсное движение. Давайте поясним для тех, кто не сталкивался с вождением, что такое реверсное движение. Реверсное движение это там, где можно было расширить дорогу до четырех полос. Мы постарались везде это сделать и четыре полосы организовали. Вот, например, со стороны нового аэропорта. Что касается въезда со стороны проспекта Победы со стороны Феодосии, там расширить из-за существующей застройки до четырех полос не получалось физически возможно. Там дальше уже получался снос частных домов, освещение, других элементов. Поэтому мы приняли решение, как можно увеличить пропускную способность в рамках той ширины проезжей части, которая там есть. Вот там организована, значит, одна... Мы все понимаем, что утром пробка образуется в город, а вечером из города. Там по ширине полосы получалось всего три полосы. Поэтому одна полоса постоянно движется в город, одна из города, и в середине организована реверсная полоса. То есть утром установлен светофор, который организовывает по двум полосам въезд в город, одна из города. А вечером он переключается, и там зеленая стрелка показывает, что из города можно выезжать по двум полосам. То есть полоса, которая постоянно меняет свое направление, такая переменная. Реверс. Реверс. Скажите, ну я так понимаю, что это единственное на полуострове такое движение? Да, это первое и пока что единственное реверсное движение на полуострове. Сейчас мы еще наблюдаем значительную пробку со стороны Николаевки, на кольце. Но, к сожалению, там проблема решится, когда мы приступим и завершим строительство транспортной развязки. На сегодняшний день мы уже проектирование завершили, проходим государственную экспертизу и надеемся, что в следующем году приступим к работам. А вот что вы скажете по отношению движения в сторону нашей «Жемчужины», в сторону Ялты? В сторону Ялты объективно таких пробок не наблюдается. Там работы выполняем в рамках содержания, те неровности, которые возникают, стараемся оперативно устранять и обновляем разметку в рамках того, что можно сделать ежедневно по мере необходимости. На мой взгляд, один из самых проблематичных, пожалуй, участков – это участок от станции Марьино последней до больничного городка. Там почему-то совершенно жуткая дорога, и она постоянно, сколько бы ее не ремонтировали, образуются новые выбоины. А почему это происходит? Ну, тут тяжело сказать. Каждый участок требует определенного исследования. В первую очередь, исследование подвергается слое основания. Если они уже потеряли несущую способность, то тогда уже назначается капитальный ремонт данной дороги уже с заменой основанием и с усилением всей конструкции. Каждую конкретную дорогу надо рассматривать индивидуально. И ваша организация занимается вот таким вот научным исследованием? Ну, не столько научным. Для дорожников это уже, грубо говоря, типовое такое решение. Но, тем не менее, все равно там есть научная подоплека. Ну, да, конечно. Мы занимаемся содержанием, обслуживанием, строительством всех республиканских межмуниципальных автомобильных дорог Республик Крым. В том числе, к нам относятся и объекты по федеральной целевой программе, включая нашу самую главную трассу Таврида. Буквально недавно имел участие по ней проезжать. Вид в ней, когда она будет сделана, будет просто потрясающий. А вот скажите, бывает очень часто проезжаешь или проходишь мимо дороги и видишь такое круглое отверстие в ней. Это что это? Это наша работа. Это ваше круг дело. Это наше круг дело. Это наша работа. Мы проверяем, выполняем контроль качества уложенного покрытия. Минимум три отбора на тысячу квадратных метров уложенного покрытия. Отбираем образцы и испытываем их на прочность, водонасыщение и грандсостав и толщину. А вот сколько во время занимает такая проверка? Порядка за неделю управляемся. Работы у вас довольно много, я так понимаю. Да, сейчас достаточно много работы. У нас мы, вот я обновился, занимаемся реализацией федеральной царевой программы в Республике Крым, в том числе являемся заказчиками по строительству трассы Таврида. Также мы вступили, Республика вступила в этом году в национальный проект безопасной и качественной дороги, по которым мы по итогам четырех лет должны половину всех дорог регионально-межмуниципального значения довести до нормативного состояния. Это очень большая работа, очень плотно и занимаемся. А какой регион Крыму наиболее проблематичен с этой точки зрения? Ну, самые проблематичные регионы – это все-таки муниципальное образование. Это сам город, я считаю, и Симферопольский район, и Симферополь. А, и еще очень сильно выделяется Ленинский район, потому что он исторический, его очень мало сюда ремонтировали и развивали сеть Ленинского района. Это то, что можно отметить из общей сети дорог Крыма. То есть, но в Ленинском районе тоже находится ваша зона юрисдикции, и вы там активно восстанавливаете утраченное? Да, Ленинским районом мы также занимаемся. Он еще осложняется тем, что при строительстве трассы Таврида, вокруг, внутри Ленинского района расположено много карьеров, инертных материалов, которые возятся не только на трассу Таврида, но вообще на все стройки Крыма. И, соответственно, это тяжеловесы, которые возят инертные материалы, пагубно влияют на существующую дорожную сеть, поэтому приходится его восстанавливать. Но в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» Ленинский район, к сожалению, не участвует, потому что в нем участвуют только агломерации, ну, в меньшей степени, сказать так, участвуют. Потому что в основном это агломерация Симферополь, Симферопольский район, ну и основная опорная сеть по Республике Крым. Скажите, нормативы создания новых или ремонта старых дорог, они отличаются как-то в России и в Украине? Выше стандарты или так? Какие же остались приблизительно? Да нет, стандарты все-таки выше. И в Украине, когда реконструировалась вот эта трасса, которую уже обозначали Симферополь-Алушта, она, ну, при российских нормах ее невозможно было бы так сделать, потому что все-таки ширина каждой полосы достаточно узкая. Если обгоняешь троллейбус, то практически там зеркалом залазишь на встречную полосу, там в российских нормативах их недопустимо было бы. Ну вот все-таки на Южном берегу ведутся тоже какие-то работы? И насколько активно? На Южном берегу мы выполняли очень большие работы в апреле, в начале туристического сезона. У нас такая градация, что именно туристические направления надо выполнить либо заранее, либо совсем позже. Поэтому выполняли еще в апреле-майе в преддверии Ялтинского форума. Порядка 12 километров на окружной Ялты отремонтировали. Организовали часть освещения, обновили все разметки. Так что работу мы планируем сбалансировано по всей республике. Ну насколько я знаю, Севастополь к вашей зоне юрисдикции не относится, правильно? Правильно. Севастополь это свое государство отдельное. Это муниципалитет, администрация города Севастополя. Ну вот насколько я общался с водителями, они говорят, что вот едешь по территории Севастополя, как по зеркалу, и только выезжаешь за его пределы, особенно это касается Южнобережной трассы знаменитой, самой, пожалуй, красивой на полуострове, и сразу попадаешь в другой мир. Эволюция. Дорога сразу становится неровной и, как говорится, из выбоины в выбоину не выйду я. Есть такое? Ну, скажу так, было в жильней части. Да, ну тут много факторов на это влияет. Кто быстрее свою сеть переведет в нормативное состояние. Протяженность автомобильных дорог в Севастополе гораздо меньше, чем в Крыму. И соотношение протяженности автомобильных дорог к бюджету, которым рассчитываем, ну, наверное, там эффективней он выстроен в Севастополе. И самая большая, это яркая такая граница была видна не на Южнобережной трассе, а на трассе Танковая оборонная. Когда была вообще хорошая дорога по Севастополю, только приезжаешь к границу, ну, у нас там были проблемы. Сейчас мы, автомобильная дорога Танковая оборонная, она у нас в первоочередной попала в национальный проект безопасной и качественной дороги. На сегодняшний момент дорога уже введена, отремонтирована. И сейчас уже по нашему участку проехать лучше, чем по Севастопольскому. Александр Викторович, к сожалению, время подходит к концу. От себя, от Ирины, от лица телерадиокомпании «Крым» я хочу пожелать вам в вашем нелегком труде, потому что я представляю, насколько тяжело работать, сколько претензий вы постоянно получаете, насколько тяжелый ваш труд. Мы желаем вам удачи, потому что, наверное, именно от вас зависит лицо Крыма. Гости, когда приезжают, они в первую очередь отмечают свои дороги, наши дороги. И пускай у вас все получится, и вы преобразите наш полуостров не только в глазах крымчан, но и в глазах гостей полуострова. Спасибо. Вызов гравитации и здравому смыслу. Игрок в бильярд добился в своем деле высочайшего уровня мастерства. Он направляет шары так, что они буквально перелетают через бокалы и меняют свою траекторию. Создается ощущение, что у него в руках не кий, а волшебная палочка. Недалеко от города Луксор археологи обнаружили тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами. Деревянные гробы украшены разными изображениями и надписями. Несмотря на возраст, сохранились они отменно. Краску и гравюры будто только нанесли. Сальто со штангой, сальто с гирей и даже от стены. Герой этого ролика упорно тренировался и теперь с легкостью выполняет сложнейшие трюки. Для выполнения таких приемов надо быть и гимнастом, и тяжелоатлетом одновременно. Кто сказал, что только люди разбираются в устройстве авто? Страус хотел помочь с ремонтом машины. Даже несколько раз успел выхватить инструмент. Но ему так и не позволили. А зря. Может, в прошлой жизни он был автомехаником? Когда корабль идет на дно, капитан покидает его последним. Герой ролика, видимо, большой фанат пиратов Карибского моря. Выпрямившись по струнке, он, словно капитан Джек Воробей, эффектно уходит под воду вслед за судном. Ира, от новостей интернета я предлагаю переместиться на улицу Симферополя, где Татьяна Былыкина уже ожидает своего подключения. Таня, доброе утро. Рассказывай, что ты видишь. Доброе утро, Танюш. Доброе утро, коллеги. Конечно, я вам расскажу, что же происходит на улицах города. Я сейчас нахожусь в детском парке. И, кстати, хочу вам сказать, что коммунальщики с 6 утра на улицах убирают, метут. Город превращается в самую прекрасную республику, точнее, столицу Крымской республики. Ну, а я нахожусь на аллее. Здесь не так давно высадили деревья семейные в детском парке. И я вам хочу об этом рассказать. Это была акция, она началась в сентябре. Акция «Семейное дерево». И вот в Симферополе семьи симферопольцы посадили 22 саженца платана, каштана, липы и брусонетии бумажной. Об этом сообщил, кстати, директор парка Антон Якулевич. И вот пока тепло, вы видите эти все деревца маленькие, новенькие. Пока тепло, их поливают раз в неделю. Но уже в октябре их ожидает второй подкорм. Также по словам директора парка, все эти семейные деревья с перечнем фамилий меценатов отметят на специальной схеме. Она появится на аллее парка рядом с уже существующими табличками-указателями, которые установили также в память об акции. Ну а если все пойдет как надо, если все будет замечательно, то некоторые саженцы, которые посадили возле памятника святым Петру и Февронии, Муромским, это двухгадалые липы. Так вот, они, скорее всего, весной уже дадут свои первые цветы, и мы сможем вместе с вами ими полюбоваться. Ну и я еще раз желаю вам бодрого утра, всего самого хорошего, хорошего настроения. Коллеги, вам слово. Большое спасибо, Таня. Ну что ж, это действительно добрые новости, мы их уже с тобой тоже проговаривали, потому что любая высадка дерева, это очень важно, очень приятно для Симферополя, это украшает наш город. Но что касается украшения, ты знаешь, что свой дом тоже надо украшать, потому что, живя в красоте, преображая свое жилище, мы преображаем свою жизнь. Конечно, нужно обязательно это делать. И вот я предлагаю посмотреть следующий сюжет, который подготовил наш корреспондент Сабина Петренко. И вот она как раз-таки и показала, насколько могут быть эти украшения яркими, красивыми, а самое главное, уютными. Я бы сказал, необычными. Витражи, давайте к ним и обратимся в следующем сюжете. Синий, красный, желтый. От одного вида ярких всполохов цвета моментально поднимается настроение. Семья Алексеевых на протяжении 20 лет занимается изготовлением витражей. За это время свое жилище хозяевы превратили в настоящий дворец, усыпанный самоцветами. Работа, честно говоря, кропотливая, требует усидчивости. И вы уж понимаете, работа со стеклом, порезанные пальцы там и так далее. Но с каждым годом уже все привыкается. И, честно говоря, уже даже просто получается удовольствие. Мы получаем от этого. Это больше даже, наверное, как хобби. Даже в самое маленькое изделие нужно вложить душу, уверена Эля. Работа со стеклом для нее стала частью жизни. Чтобы заниматься любимым делом, ее семье пришлось полностью изменить привычный быт. Поначалу было как-то немного страшно, потому что у каждого была своя работа. Бросить все и поставить все на конвитраже – это было необычно. Но, тем не менее, слава богу, все получилось. Одна из серьезных сложностей – найти качественный материал для работы. Стекло должно подходить по многим параметрам – от преломляющей способности до толщины и плотности. Но самое главное – вдохновение, уверены мастера. Все начинается с идеи, а именно вот с такого эскиза. Затем нам необходим материал, детали которого мы вырезаем с помощью стеклореза, либо вот таких вот кусачек. В конечном итоге детали спаиваются между собой, и мы можем получить вот такой вот необычный полноценный витраж. Чаще всего художники работают со стеклом и металлом, но есть и более простая техника – пленочный витраж. Интересно, что, несмотря на видимую легкость, для работы с самоклеющимся полимером от художника требуется большая усидчивость. Александр Нефедов предпочитает именно этот метод. Скажите, я еще у вас вижу на столе очень такой необычный предмет интерьера. Может быть, расскажете небольшую историю о том, как у вас эта птичка появилась, собственно? Эта птичка появилась у меня. Эта дочка мне подарила. Я привезла с Америки так называемый, ну, такой вот подарок – Тиффани стеклянный. Ну, а все началось, вот я посмотрел на нее, ну, решил сделать ответный подарок. Начал делать сувенирные – это подсвечники, светильники. На сегодняшний день существует большое количество витражных техник. В каждой есть свои особенности и сложности, но все они служат одной цели – оживить игрой цвета пространства и подарить радость наблюдателю. Сабина Петренко, Влад Мошек. Утро нового дня. Снова доброе утро, крымчане. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нашему эфиру. Еще целых 60 минут для вас будет работать Александр Скачев и Ирина Берелек. И мы надеемся, что вы улыбнетесь и этот день встретите вместе с нами в самом бодром и хорошем расположении духа. Напоминаю, что сразу на двух телеканалах наши радостные и светлые лица. На первом «Крымском» и «Крым-24». Мы подготовили очень насыщенную сегодня программу. И давайте же узнаем из анонса, чего ждать в ближайший час. Победить простуду и укрепить здоровье. Необычным способом, почему в Крыму популярность набирает моржевание. Провести время с пользой для здоровья и без опоздания добраться до работы. Какие достоинства имеет велосипедный транспорт? Синий, красный, желтый. Стекло может быть не только прозрачным. Как превратить дом в самоцветную шкатулку с помощью витража? Женщина в воздухе. 110 лет назад впервые был совершен одиночный полет на самолете француженкой Элизой Дерош. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Саша, мне так нравится, когда ты рассказываешь что-то интересное. Да, мне есть что сказать, потому что наши корреспонденты готовились, не покладая руки. Собирали самую актуальную, самую интересную информацию, которую только смогли найти на нашем славном солнечном полуострове. Третий этап. На улице Александра Невского в Симферополе продолжается капитальный ремонт. Подрядчик перешел на новый участок. Там меняют коммуникации и кладут новое асфальтобетонное покрытие. На объекте побывала и наша съемочная группа. О том, как реагируют горожане на преображение одной из центральных улиц крымской столицы, материал Александра Федорчика. Обновление канализации, водопроводных сетей, тротуаров на участке улицы Александра Невского от Суворовского спуска до улицы Павленко кипит работа. Правда, это не всем по душе. Я вижу, что просто постоянный ремонт. Что можно ремонтировать так долго? Вот серьезно, расскажите мне. По строительной площадке ежедневно движутся сотни людей. Время идет, а неудобства утомляют. На улице Александра Невского сейчас идет уже третий конечный этап реконструкции. На объект может заезжать только специализированная техника. Для другого легкового и грузового транспорта проезд закрыт. А вот пешеходам передвигаться здесь никто не запрещал. Поэтому дорога домой или на работу может быть непростым испытанием. Это особенно ощущают пожилые люди и мамы с маленькими детьми. Но когда сложно, на помощь приходят рабочие. Но все же в большинстве случаев к ремонту улицы Александра Невского люди относятся с пониманием. Считают, главное, чтобы город преображался. Конечно, готовы потерпеть. Лишь бы было все хорошо. И желаю строителям, чтобы они быстрее закончили и были здоровы. Хорошо делают ремонт вовремя. Молодцы. Общую готовность улицы подрядчик оценивает на 60%. Два этапа прошли, остался самый сложный. Сейчас устанавливают ливневки и бытовую канализацию. Дальше ждут согласования с профильными службами, чтобы приступить к укладке асфальта и другим работам. Новые столбы будут, освещение, новые троллейбусные опоры, оцинкованные, 12-гранные. Когда приступите к монтажу опору? Монтаж опор будет в конце октября. Реконструкции на этом участке центра города. Особое внимание на строительной площадке – постоянные проверки. Основная проблематика, как вижу, этого объекта – это низкое качество проектирования. Базовый проект сделан был, ну, так скажем, без отработки и инженерных коммуникаций, технических решений по тротуарной части, примыканий, по типу асфальта, бетона. То есть требуется доработка по ходу, скажем, реализации проекта. Замечания к рабочим, пусть незначительные, есть. Все исправляют максимально оперативно. С каждым очередным визитом инспекции вопросов меньше. Благодаря усиленному контролю как со стороны администрации, так и Совета министров, подрядчик эти замечания сейчас устранил. Представлен календарный график, по которому у нас есть возможность ежедневно проверять объемы производства работ и их ход. Реконструкция улицы Александра Невского продлится до конца года. Ожидается, что уже в декабре по ней вновь поедут автомобили. Александр Федорчак, Рустам Файзулин. Новости 24. Труднодоступный отдых. Ботанический сад Крымского федерального университета. Один из самых больших на полуострове. Цветочные поляны. Вековые деревья – уникальные постройки 18 века. Однако не все могут с легкостью пройти на территорию, чтобы насладиться красотами. Екатерина Серегина выехала на место и узнала, с какими преградами сталкиваются местные жители и гости столицы. Дарья молодая мама недавно переехала в район улицы Гурзувская. Сначала обрадовалась. Рядом ботанический сад. Но первая же прогулка с дочерью показала подводные камни. Здесь обычно заканчивается наша дорожка, потому что впереди у нас такой непроходимый участок. Мы ждем какого-нибудь доброго дяденьку, который нам обычно помогает вот с этим вот грузом приятным. Долго приходится ждать? По-разному. Бывает, что довольно-таки долго стоим ждем. Еще неприятно, когда плохие погодные условия, тогда мучительно ждем. Ну вот сейчас не видно никого, наверное, сами поможем, Леш? Поможем? Спуститься с коляской можно только так. Дальше вход на территорию парка, но и здесь все непросто. Это не единственный путь, но довольно популярный, потому что только возле него оборудована парковка. Сюда съезжаются со всего Симферополя и других городов и поселков. До центрального входа с коляской приходится кружить через половину района. Мы идем по пыльной дороге, машину гудят, ребенок просыпается, мы уже забыли, зачем шли. Прогулка испорчена. Территория ботанического сада 30 гектаров, огорожена по периметру. Оборудованных входов несколько, но этого, судя по всему, недостаточно. Как видим, здесь часть забора явно была выпилена. Сейчас ее заварили довольно прочной арматурой. Однако это жители и гостей Симферополя не останавливает. Они ищут все новые пути, чтобы упростить себе жизнь. Сокращают путь именно здесь не только те, кто живут поблизости, но и те, кто спешат на 95-й автобус. Маршрут проходит как раз по улице Гурзувской. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотели бы, чтобы здесь установили калитку такую цивилизованную? Обязательно. С любой стороны должен быть заход. Неудобство добавило и, казалось бы, благое дело – ремонт мостов вокруг парка. Потому что делают его одновременно на всех в районе. Где-то для прохода оставили пространство, а где-то нет. И люди идут прямо по стройматериалам. Сделайте один мост, переходите на следующий. Потом на следующий. И так сделайте. Люди идут, спотыкаются эти вот камни под ногами. Все завершить подрядчик обещает до конца недели. Пандусы, которым так просят жители, установить планируют. Но уже на следующем этапе реконструкции набережной Салгира. Когда начнут благоустройство тротуарных дорожек. К тому же именно этот участок, сложный, он примыкает к забору парка. Чтобы попасть в нормы пандуса, мы должны разогнать порядка на 6 метров влево и вправо. Нормативный пандус. С левой стороны мы видим входную группу. То есть, как бы, это тоже изменение к забору. Соответственно, здесь мы должны тоже поднять отметку на уровне моста. Крымский федеральный университет со своей стороны также готов содействовать. Если официальное будет обращение на руководство Крымского федерального университета, и если действительно в этом будет необходимость, чтобы пойти навстречу жителям, будет организован и дополнительный вход, и устроен тот, который существует. Чтобы путь в парк перестал превращаться в силовую тренировку или ходьбу с препятствиями, наш телеканал продолжит следить за темой. Екатерина Серегина, Алексей Романов и Седьмемет Кукчаев. Новости 24. Около 500 разновидностей хризантем представили в Никитском ботаническом саду. Это рекордное количество за последние несколько лет работы отечественных селекционеров. 137 сортов выращены впервые. Нашим журналистам удалось побывать на балу хризантем еще до его официального открытия. С разноцветного осеннего ковра. Репортаж Лилии Виджат. Рязаночка. Ровесница крымской весны. Небольшой куст шаровидной формы получен от сорта Тутунпинг – голландской культуры. У этой иностранки, которая прижилась на юбка, есть и крымская мама. Сначала она вот такая розоватая, потом она белеет. Но все равно… Да, да, да. И она старается вообще прям светленькая. И вот форма соцветия, она просто не меняет. Цвет просто меняется, а форма соцветия не меняется. И она очень декоративна на протяжении всего цветения. Почему рязаночка называется? Рязаночка? Ну, я просто назвала, потому что я с Рязани. Коллекция хризантем в Никитском ботаническом саду – крупнейшая, старейшая в стране. Первые заметки об этой культуре появились в журнале «Садоводство» за 1844 год. Тогда выращивали интродуценты, то есть новые культуры, завезенных с родины японских и китайских цветов. С 1939 года в России выведены десятки отечественных и декоративных сортов. Ой, обалденные цветы. Ну, так скажем, в сказке такое даже не передать. Все цвета, запахи, бабочки, пчелки – это нечто. Именины сердца, по-другому мне не скажешь. На чувствительную культуру влияет погода, световой день и забота селекционеров. Ведь пышность цветения – результат круглогодичного труда. Всего на выставке 472 сорта, только 12 из них – голландские. Остальные отечественные более сотни выращены впервые. «Благодаря благоприятным климатическим условиям южного берега Крыма, здесь под открытым небом в октябре-ноябре распускается огромное количество цветов, в то время, когда во многих районах России уже лежит снег». В Японии верят, хризантема способна уберечь от несчастья и недугов. В восточных странах цветок связан со здоровьем, богатством и мудростью. Хризантема с японского означает солнце, с греческого – золотой цветок. До многовековой селекции цветы имели исключительно желтую, но или оранжевую окраску. Хоть и не все бутоны раскрылись из-за теплой погоды, ощутить аромат крымского бархатного сезона можно. Никитский ботанический сад – ровесник наполеоновских войн. Крымские селекционеры за 207 лет распространили посадочный материал по всей стране. «Современный облик Крыма – это непосредственно заслуга, в первую очередь, все-таки Никитского ботанического сада, потому что многие растения, которые мы видим и в Ялте, и в Алуште, это магнолий, кипарисы, и это все производилось, выращивалось и сейчас продолжает выращиваться в Никитском ботаническом саду». Бал «Хризантем» пройдет в 66-й раз. Для новых сортов названия выберут посетители. Свои предложения можно высказать на выставке 25 октября. Лилия Вежат, Руслан Князев, новости 24, Большая Ялта. К этому часу у нас вся информация, но мы непременно будем следить за новостной картиной на полуострове и докладывать вам, дорогие друзья. Сашенька, я думаю, что хотелось бы в первую очередь продолжить новостную повестку и все-таки рассказать нашим телезрителям, что ожидается в течение дня в плане погоды, потому что вот мы с тобой сидим, нас окружают такие солнечные яркие цвета, да, вот мы с тобой тоже одеты так по летнему, да, я бы сказала. И в принципе у нас тут комфортно, тепло и главное сухо. А вот будет ли так на улицах города Симферополя и других городов нашей республики, в принципе, крымской столицы, давайте узнаем из следующего сюжета. Симферополя 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 Ты знаешь, вот меня лично расстраивает тот момент, что вот это действие происходило на глазах у ребенка, который, к сожалению, смотрит не совсем на правильный пример. Ну, надеюсь, что он не будет повторять такое нехорошее, вот нельзя давать оценок, но нехорошее все-таки поведение. Ну, я знаю, что зерцалом хорошего поведения является наш корреспондент Татьяна Балыкина, которая тоже, кстати, находится на улицах Симферополя и готова нам рассказать, что видит своими глазами. Таня, доброе утро. Таня, доброе утро. И снова доброе утро, коллеги, крымчане. Я сейчас нахожусь в отличном месте, с которого, посмотрите, какая потрясающая панорама на городские пробки открывается, я нахожусь на площади Куйбышева. Но, кстати, заторы сейчас не только здесь, в центральной части города, а также на улицах Ленина, на въездах и выездах из города. Ну, вот, смотрите, проспект Победы, может, не будет видно из-за тронейбуса, но там просто транспорт остановился и движется очень-очень медленно. Поэтому, если вы все еще не вышли из дома, то поспешите, чтобы не опоздать на работу или на учебу. Кстати, для автолюбителей есть и хорошая новость, это связано с ценами на топливо. Возможно, к 2020 году они у нас немного снизятся, сейчас крымские власти над этим работают. Возможно, что мы начнем закупать топливо у Татарстана. На данный момент в их республике стоимость топлива на 10-15% ниже, чем у нас в Крыму. Ну, еще неизвестно, что, конечно, из этого получится, но, возможно, нас ждут какие-то приятные изменения. А на этом передаю слово вам, коллеги. Всем желаю бодрого утра и поскорее добраться без опозданий, конечно, на работу и на учебу. Не прощаюсь с вами. Спасибо, Танечка. Спасибо, Таня. Ну, я думаю, что к теме цен на топливо мы еще перейдем, но чуть-чуть позже. Поговорим о более приятной теме. Давай для начала, это просто моя любимая тема, а ты знаешь, это как никто другой, о том, что у нас в Симферополе зарегистрировано 116 пар, вот которые любят друг друга и, наконец-то, стали полноценными ячейками общества. Ну, тут важно уточнить, в какой период это произошло. За последнюю неделю, конечно же, и вот насколько это высокий показатель. И хотелось бы, чтобы он еще больше рос и рос. Но это не все, потому что много новорожденных детей, девочек и мальчиков, но больше я бы хотела выделить тот момент, что преимущественно выбирали имена мужские Михаил и Роман, а женские София и Мария. Но также, редко, конечно, но наши крымчане выбрали такие имена, как Златослава, Сальсабиль и мужское Микаэль. Прекрасные, красивые, очень необычные имена. Ну, кстати, это какая-то мода выбирать такие необычные имена. Но говоря о теме деторождения, я бы хотел напомнить о том событии, которое случилось вчера. Наши корреспонденты, безусловно, это осветят более подробно в своих сюжетах, но я сделал такой маленький анонс, преданонс, я бы так сказал. Симферопольскому роддому номер один, в котором, кстати, родился я, да, я думаю, что большинство симферопольцев, которые жили в Советском Союзе, исполнилось 111 лет. Это настолько старое учреждение, которое работало еще до революции. Это тоже была лечебница и вот с переходом в другую власть. Там сохранились медицинские традиции, и это место до сих пор принимает симферопольцев, и до сих пор там появляют, звучат первые крики. Новая жизнь. Их озаряют стены улыбки родителей. Это одно из, наверное, самых святых мест Симферополя, ну, скажем так, в гражданском значении этого слова. И действительно, об этом наши корреспонденты расскажут, но чуть-чуть позже. Представляете, насколько важно, когда вот в семейную историю входит новый человек, новая жизнь, новое дыхание. И вот самое такое тоже не менее важное, что в жизнь нашей столицы, в принципе, Российской Федерации и нашего мира в целом, хоть же не одно событие, которое, да, оставляет свой значимый след. И вот об одном из таких, а я напомню, сегодня 22 октября, что происходило в этот день, но немного ранее, расскажет следующий сюжет. Ровно 110 лет назад состоялся первый полет женщины на самолете. Небо покорила баронесса Элиза Раймонда Де Рош, которая до этого была известна публике как театральный актрис. Француженка подружилась с авиатором Шарлем Вуазелем и на его транспорте самостоятельно поднялась в воздух. Пролетев несколько сотен метров, она благополучно приземлилась. После этого происшествия Элиза задалась целью научиться управлять самолетом. Уже через год Де Рош получила удостоверение пилота. Так она стала официально первой летчицей Франции. Несколько лет ездила по Европе в составе летающего цирка, выступала и в России. В 1919 году баронесса установила еще два женских мировых рекорда на высоту и дальность полета. Памятник летчице установлен в парижском аэропорту Лебурже. Сейчас в мире около 5% летчиков составляют женщины. Саша, но я все-таки не теряю надежду, что заработают свой первый миллион долларов. Расскажешь про курс, пожалуйста, что там сейчас происходит? Ну, чтобы я понимала, что меня до этого ждет. Я же его даже анонсировал, что, безусловно, я расскажу о том, что же ожидать сегодня от цен на топливо. Они, кстати говоря, хоть и подвержены изменениям, но не таким сильным. Тем не менее, сегодня 1 литр 98-го бензина стоит 56 рублей 53 копейки, 95-го 49 рублей 23 копейки, 92-го 44 рубля 79 копейки, дизельное топливо 50 рублей 42 копейки и газ 22 рубля 92 копейки. От курса на топливо предлагаю перейти к курсам валют, которые тоже колеблятся. Итак, доллар сегодня стоит 63 рубля 76 копеек, а евро 71 рубль и 16 копеек. За последние сутки обе валюты сдали в своих позициях немного, но тем не менее, как говорится, с миру по нитке, 10 копеек потеряли они за последние 24 часа. Ну что ж, такова была динамика на валютном рынке. Я, например, немножко радуюсь, когда рубль укрепляется, и хотя сбережений особых не коплю, тем не менее, это все равно немножко радует. Конечно, конечно, отечественная валюта наша радует, когда она становится крепче. Вот слушай, я думаю, что нас еще делает крепче спорт. Мой излюбленный и вообще самая прекрасная для обсуждения тема. Ты футбол, я думаю, что смотришь как истинный мужчина или не особо увлекаешься? Как истинный мужчина? Я не считаю, что это связано с какими-то гендерными особенностями. Я тебе больше скажу, стыдно и, может быть, даже удивительно, но я никогда в жизни в футбол не играл, ни разу в жизни. И даже правила не знаю. Знаешь, что играет 11 человек, а больше ничего? Ничего себе, ты удивительный человек. Ну, видишь, как интересно. А я бы хотела рассказать, возможно, многие даже знают об этом, что сейчас у нас в Крыму проходят футбольные матчи, и вот буквально на выходных играл Керченский океан и наша Таврия. И я так поняла, что... Вот Симферопольская, да, уточнюсь. И я так поняла, что Таврия выиграла буквально вот на выходные приблизительно, так, к сожалению, точную дату не скажу, пройдет 11-й турнир, 11-й матч. И вот интересно, как ребята себя там покажут, кто все-таки выиграет, да, из команд в нашей крымской столице. Но снова... Я хоть и не футбольный фанат, но все-таки хочу пожелать нашим ребятам удачи. Для того, чтобы она им сопутствовала, безусловно, свой день нужно начинать бодро. Например, с закаливания. А для того, чтобы знать, как это правильно делать, давайте посмотрим следующий сюжет. Проснуться на рассвете и выйти на пробежку. В свои 85 Анатолий Кунгуров начинает каждое утро со здоровительных процедур. Вместе с командой единомышленников и море по колено, уверен мужчина. Тем более, когда речь идет о моржах. К клубу присоединился около 40 лет назад. Когда понял, что ни одно из доступных средств не помогает от инфекционного полиартрита и подагры, болезней суставов, сделал ставку на закаливание и не прогадал. Своей жизнью и здоровьем, чтобы прожить столько лет, я обедал морем. Утром, если встал, думаю, сегодня сделай выходной. Нет. Пересилил себя и пошел. Большинство моржей уверяют, ни простудами, ни гриппом не болели уже много лет. Организм привык к низким и даже минусовым температурам. Перед погружением в холодную воду делают простую зарядку. А вот новичкам следует помнить, иммунитет нужно укреплять и развивать так же, как мышцы, постепенно, но регулярно. При этом важно тонко чувствовать свое физическое состояние и не давать организму чрезмерные нагрузки. Гнаться за рекордами профессиональных моржей без должной подготовки опасно для здоровья. Мы все равно, если температура 38, все равно идем и купаемся, несмотря ни на что. Закаливание противопоказано при гипертонии, болезнях сердечно-сосудистой системы и почечной недостаточности. Чтобы не навредить здоровью в попытках укрепить иммунитет, нельзя забывать, что организм каждого человека индивидуален. Он же не рассказал, чем закончилась эта ситуация в дальнейшем. Да, один раз ему повезло, другой раз он может слечь с пневмонией, для него это нормально, а для общего количества людей это может закончиться достаточно фатально. Обтирание мокрым полотенцем обливания и контрастный душ. Первые шаги к такому укреплению иммунитета безопаснее всего делать в домашних условиях. И только после этого переходить к окунанию в море или в других открытых водоемах. Важно понимать, что все это нетрадиционные методы профилактики заболеваний гриппа. И заменить основные они никоим образом не могут. Тем не менее, если вы хотели присоединиться к движению моржей, сейчас самое время для этого. Стефан Филатов, Максим Курчев. Утро нового дня. Ни для кого не секрет, что наш Крым очень перспективный регион. И давайте пообсуждаем, что же... Перспективы. Да, перспективы, что происходит. Итак, у нас в студии сегодня Мария Третьякова, руководитель Центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма. Доброе утро, Мария Владимировна. Доброе утро. Столько сложных слов. Центр, развитие, кластерного развития. Что это? Поясните, чем вы занимаетесь? В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса – это один из государственных приоритетов. И наша основная задача – делать не только нужные и полезные инструменты для развития бизнеса, но и делать эти сервисы максимально простыми и полезными. Действительно, слова могут быть сложные и непонятные, но цель Центра кластерного развития – быть коммуникационной площадкой для представителей, в том числе аграрной сферы деятельности, туристического сообщества, для того, чтобы они общались друг с другом, реализовывали совместные проекты, генерировали идеи, решали общие проблемы. И для того, чтобы это взаимодействие простимулировать, есть определенный набор мер государственной поддержки, которые реализует Центр кластерного развития и Фонд поддержки предпринимательства. Позвольте все-таки уточнить, что означает слово «кластер» в данном случае? Кластер – это объединение, это взаимодействие предприятий в одной сфере деятельности, в одном регионе, для развития производственных кооперационных связей, для реализации совместных проектов, для того, чтобы вместе они развивались лучше и больше, чем каждый по отдельности. Вот вы упомянули сегодня две отрасли такого хозяйства, как туристическое и сельскохозяйственное. Это приоритетные области? Почему нелегкая промышленность, например? Во-первых, развитие аграрного сектора и туризма – это действительно приоритетные отрасли в Крыму, что, в принципе, понятно. Во-вторых, это взаимодействие, оно все равно идет от инициативы предпринимателей. Мы даем им инструменты, мы даем им возможности, мы даем им площадку, а взаимодействуют они друг с другом уже, скажем так, при нашем участии, но не по нашей инициативе. Все как последних, да, получается? Ну, мы связующее звено предпринимателей друг с другом, предпринимателей с органами государственной власти, с научно-образовательными учреждениями для внедрения инноваций, для внедрения каких-то инициатив на уровне государственной власти. То есть мы являемся таким универсальным помощником. Вы сказали, словосочетание «даем инструменты». Да. Какие именно инструменты? Лопату и саху или что-то другое? Или зонтики? Про зонтики вы тоже очень хорошо заметили. Сейчас расскажу немножечко об этом. Мы можем оказывать поддержку с точки зрения финансирования затрат на маркетинговые услуги, на брендирование, на исследование, разработку бизнес-планов совместных проектов, участие в выставочных мероприятиях, специализированные образовательные мероприятия для участников кластера. Мы оплачиваем до 95% стоимости этих и еще многих других услуг. Это же огромные деньги. Откуда они? Это инструменты государственной поддержки. Государство, да? Да, абсолютно верно. Мы являемся структурой подведомственной Министерства экономического развития Крыма. Развитие предпринимательства – это цель нашей деятельности. То есть если я захочу, например, открыть маленький свечной заводик… Мы вместе. Да, безусловно. И вы поможете мне брендировать его? Я не буду говорить про свечной заводик, но если вы, допустим, захотите выращивать малину или клубнику, а вы, допустим, захотите из этого сделать вкусное варенье, то мы, безусловно, поможем вам забрендироваться, отвезем вас на выставку и сделаем все возможное для того, чтобы о вас узнали. А вот что нужно? Какие-то документы, заявку? Что нужно? Максимально простая документация, заявление, анкета, уставные учредительные документы. И эта вся информация есть на сайте Фонда поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития. И эти все инструменты как раз-таки направлены на то, чтобы организовывать это взаимодействие. Я пришла не с пустыми руками для того, чтобы наглядно рассказать примеры наших проектов. В Агрокластере у нас очень активно развивается направление по переработке молочной продукции. Наверняка в рамках импортозамещения. И в том числе, конечно. Наверняка вы слышали о том, что сейчас очень популярны крафтовые сыроварни. Это имеет большой спрос не только со стороны жителей региона, но и у туристов. И наши сыровары, объединившись друг с другом, поскольку спрос настолько большой, они не конкурируют с друг с другом. Они захотели, чтобы о них узнали. И мы совместно с ними разработали вот такую сырную карту. На этой сырной карте размещены все сыроварни и сырные лавки, которые мы смогли найти. Не только наши участники кластера, но информация о которых есть в открытом доступе. Вот я вижу 20 наименований. Да, абсолютно верно. Это много или мало? Вы знаете, как показывает практика, этого мало. Потому что настолько разная специализация. Козий сыр из коровьего молока, разные виды деятельности. Овечьий. Они разбросаны по всем регионам. Ну, это видно по карте. А сколько было бы достаточно? Как думаете, 40, 60? Скажем так, я бы даже немножко конкретизировал твой вопрос. Ведь на самом деле в таком рынке очень важна конкурентная среда. 20 кандидатов. Это много для создания здоровой конкурентной атмосферы? Спрос сейчас гораздо больше, чем то предложение, которое есть на крымском рынке. И если мы говорим только про полуостров, возможно, там, вне сезонный период этого и достаточно. Но эта тема вызывает огромный интерес, в том числе и за пределами республики Крым. И сейчас наши сыровары как раз-таки совместно работают над тем, чтобы расширять географию своего присутствия и выходить на материковый рынок. Поэтому на наш взгляд, и они разделяют наше мнение, этого не то, что недостаточно. У нас очень большие планы, очень большая работа. И я уверена, что таких предпринимателей будет больше и больше. Возможно, здесь есть кто-то, о ком мы не знаем, кого мы здесь не разместили. Информация есть на нашем сайте. На каждого сыровара можно перейти на его страничку. Изучить информацию, что там. Производятся ли дегустации, какие, какие виды сыров, где находятся. Даже увидеть фотографии, там, козочек из молока, которых сделан этот сыр. Поэтому, если мы кого-то не разместили, мы ждем информации. К сожалению, время нашего беседы истекает. Я бы с большим удовольствием продолжил, мы вас обязательно пригласим, потому что у меня осталось масса вопросов к вам. С удовольствием, да. Но, тем не менее, все-таки, в последние 30 секунд, пожалуйста, расскажите, как вас найти, чтобы к вам обратиться. Самый простой способ. Это город Симферополь, улица Севастопольская, 20А. Дом предпринимателя, где можно получить информацию о всех существующих мерах поддержки. Региональные представительства Дома предпринимателей есть в 10 регионах. Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства, на портале Малого и Среднего предпринимательства Республики Крым и на сайте Центра кластерного развития. Мы стараемся максимально быть представленными, поэтому, конечно же, соцсети, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, по вот тем сложным словам, которые были вначале непонятны, вы можете нас найти. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что мы вас не отпускаем просто так. Перед тем, как вас представит Ирина, еще раз. Конечно, сегодня. Я, извините, так говорю. Предлагаю, вот видите, у нас есть такая фотозона. Да. Мы сейчас тут с вами пройдем и сфотографируемся. С удовольствием. На память. С удовольствием. Мы напоминаем, что сегодня в студии была Мария Третьякова, руководитель Центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма. Прошу вас, пойдемте к нашему телевизору. Только у нас очень важная задача. Знаете, какая? Вы должны улыбаться вот прям широко-широко. Да, мы говорим слово «цифра». Вы знаете, у нас тут недавно случился квантовый переход. Поэтому давайте сфотографируемся, улыбаемся широко, говорим слово «цифра». И на счет три улыбаемся. Раз, два, три. Цифра! Когда-то Дмитрий был заядлым автомобилистом и не представлял себя в дороге без машины. Но совсем недавно осознал, при нынешней транспортной обстановке в целях экономии времени лучше использовать альтернативные средства передвижения. В наше время порой тяжело бывает добраться на работу на автомобиле, особенно в будние дни. Это вообще дороги загружены. И я пересел на велосипед. Считает основными плюсами велосипеда мобильность, доступность, экономию и здоровый образ жизни. Чувствует, как со временем этот вид транспорта становится для него первостепенным. Жену пересадил тоже на велосипед. Сыну купил. Вот его первый велосипед до этого он ездил на самокате. Каждый день, используя такой универсальный транспорт, Дмитрий экономит почти час своего времени, который может потратить на свое усмотрение. Рекомендует всем этот способ передвижения. На данный момент в городских условиях, при небольших расстояниях от работы до дома, велосипед является одним из самых распространенных и удобных средств передвижения. Энергию топлива он не потребляет, двигаться на нем можно довольно-таки быстро, все зависит от силы ваших ног, ну и, конечно же, фактически преодолевает любые препятствия. Плюсов, конечно, много, но есть и объективные трудности, не зависящие от самого велосипедиста. Чтобы такой способ передвижения был удобен для любого человека, необходимо создать условия в виде велосипедных дорожек и специальных парковок, которых сейчас в крымской столице просто нет. Город Симферополь имеет благоприятные ландшафтные климатические условия для развития велотранспорта. Я бы все-таки рассматривал велотранспорт не как какой-то способ развлечения, а как альтернативную замену транспортных потоков города Симферополя. Пока что передвижения по автомобильным дорогам представляют опасность для велосипедистов, поэтому часто приходится искать другие пути движения. Хорошо, что этот вид транспорта позволяет проходить там, где не проедет машина. Но тут возникает другая проблема. Петр Сушкин, велосипедист с многолетним стажем, не понастышке знает о трудностях городской или природной среды. Когда попадаешь в окружение стаи собак, то тут в пору заволноваться. Или нажимай на педали повеселее, или останавливаешься там, применяешь все эти круговые движения с велосипедом в защиту, или ищешь подручные камни какие-то. А что остается? Зачастую велосипедисты, выезжая на дорогу, нарушают правила дорожного движения, что влечет за собой необратимые последствия. Сейчас архитекторы уже задумались, как можно помочь велолюбителям. Но пока что этот вариант на стадии разработки. Когда мы разрабатывали концепцию реконструкции набережной реки Салгир, мы закладывали двухстороннюю велодорожку вдоль правого берега реки. И на наш взгляд это может стать основной центральной велоартерией города, соединяющей практически все районы города в направлении с северо-запада на юго-восток. Ну а пока администрация Симферополя только рассматривает проект светлого велосипедного будущего, самим велолюбителям не стоит забывать о правилах безопасности. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Психологи утверждают, что очень важно родителям наблюдать за своими детьми и смотреть, к чему у них лежит душа. Таким образом помочь своему маленькому чату направить его именно туда, где ему будет в нужное русло. И вот чтобы это было не только в плане выбора профессии, но и в частности хобби, творчество, возможно раскрытие своих самых сильных талантов. И вот мы, дорогие телезрители, специально для вас подготовили видеозапись, где очень интересная малышка вместе, я так понимаю, что это тренер, но не без участия родителей, которые однозначно привели на тренировки. Посмотрите, как здорово выполняет свои акробатические па этот ребенок. Ну, у меня лично душа радуется, когда смотришь, потому что это будущее, спортсменка, чемпионка, просто растяжка, здорово. Я хочу сказать, знаешь, что меня больше всего удивляет? Насколько все-таки эволюционный процесс не стоит на месте. Потому что вспомните, например, в времена моей молодости такого дети не делали, а сейчас уже, будучи даже там недостигшими 10-летнего возраста, дети творят чудеса. И это не только касается, например, какого-то спорта, это касается, например, музыки. Сколько пианистов, которые играют сложнейшие произведения Рахманинова, как у них хватает ладони на эти октавы сумасшедшие, играют. Как это происходит? Почему так резко возрос уровень интеллектуальной, физической способности у совсем маленьких детей? Эволюция, эволюционный процесс. Ты знаешь, эволюция, я уверена, что да, много факторов. И вот опять же, с чего я начала, да, как психологи, что рекомендуют, я думаю, что родители больше начали внимания уделять конкретно развитию каких-то определенных качеств. Я думаю, не совсем так, не совсем так. Всегда родители уделяли большое внимание. Просто, наверное, действительно настало то время, когда человеческий мозг развивается вместе с технологиями, параллельно развивается. И вот действительно возникают такие дети Индиго. Кстати, одному ребенка Индиго я тоже знаю, Татьяна Балыкина, которая прямо сейчас находится на улицах Симферополя и готова с нами связаться. Таня, доброе утро. Таня, доброе утро. Рассказывай. Еще раз доброе утро, коллеги крымчане. Я нахожусь возле дома бракосочетаний. Несмотря на то, что утром здесь не так многолюдно, и, в принципе, нахожусь я здесь одна, настроение у меня отлично, и я хочу поделиться с вами не только своим настроением, но и новостями, потому что за прошедшую неделю здесь, в Симферопольском ЗАГСе, зарегистрировали 116 браков. Это 116 новых ячеек, новых семей. Кстати, в брак вступают сейчас мужчины в возрасте 30 лет, а женщины 20... средний возраст женщины это 27. Также есть новости о том, что у нас в наших симферопольских роддомах на свет появились 66 мальчиков и 55 девочек, и имена, кстати, очень популярные. Мария, Святослав. Ну, были, конечно, необычные мальчиков, называли Микаэль, девочек Златослава. Кстати, также хочу с вами поделиться не только всем, чем я уже с вами поделилась, хочу всем пожелать бодрого утра, хорошего настроения, и чтобы он не зависел от того, какого же оно цвета. В принципе, какого бы цвета у вас не было настроение с утра, я надеюсь, что в течение дня оно принесет вам удовольствие, и своими улыбками, позитивными мыслями вы принесете, привлечете только что-нибудь приятное в свою жизнь. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, коллеги, вам слово. Спасибо. Спасибо большое, Танюша. Да, настроение у нас у всех... Розовое. У всех розовое, да, замечательно, и это радует. Мы надеемся, что оно передается вам через экраны. Ну что ж, сегодня какая-то вот прям очень животрепещущая для меня личная тема доллары. Саша, я уже третий раз опять ее подниму, а самое интересное, знаешь, в чем? Количество долларовых миллиардеров, внимание, в России увеличилось на треть. И на первой полугодии 2019 года в Российской Федерации насчитали 110 долларовых миллиардеров. Я не знаю, тут надо либо плакать, либо радоваться. Определенного ответа, наверное, дать сложно. Ну что ж, эту новость, наверное, прочитала в интернете. Конечно, конечно, в интернете. Я знаю, что наши корреспонденты, они своеобразные фильтры, которые буквально как губки фильтруют интернет и выбирают самое интересное. Так вот, что же нарыли наши ищейки? Давайте узнаем из следующего сюжета. Думали, спасение утопающих дело рук самих утопающих, а вот и нет. Что и доказал этот пес. Другое дело, что парень только притворялся. Так он решил проверить, как отреагирует собака, если ее хозяин будет идти ко дну. Теперь юноша может быть спокоен. Такой преданный питомец всегда придет на помощь в опасной ситуации. Вызов гравитации и здравому смыслу. Игрок в бильярд добился в своем деле высочайшего уровня мастерства. Он направляет шары так, что они буквально перелетают через бокалы и меняют свою траекторию. Создается ощущение, что у него в руках не кий, а волшебная палочка. Недалеко от города Луксор археологи обнаружили тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами. Деревянные гробы украшены разными изображениями и надписями. Несмотря на возраст, сохранились они отменно. Краску и гравюры будто только нанесли. Сальто со штангой, сальто с гирей и даже от стены. Герой этого ролика упорно тренировался и теперь с легкостью выполняет сложнейшие трюки. Для выполнения таких приемов надо быть и гимнастом, и тяжелоатлетом одновременно. Кто сказал, что только люди разбираются в устройстве авто? Страус хотел помочь с ремонтом машины. Даже несколько раз успел выхватить инструмент. Но ему так и не позволили. А зря. Может, в прошлой жизни он был автомехаником? Когда корабль идет на дно, капитан покидает его последним. Герой ролика, видимо, большой фанат пиратов Карибского моря. Выпрямившись по струнке, он, словно капитан Джек Воробей, эффектно уходит под воду вслед за судном. В такое солнечное прекрасное утро хотелось бы обсудить все-таки важные вопросы. И с этой целью у нас сегодня гость Леонид Михайлевский, заместитель Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу же перейдем к теме. Скажите, состояние дел по охране труда, оно заставляет беспокоиться или же все-таки ситуация улучшается у нас? Вы, при каждой, понимаете, что даже один несчастный случай заставляет всех волноваться и выполнять те требования, которые определены по безопасности, по охране труда. Поэтому говорить о том, что все хорошо, наверное, было бы неправильно. В том плане я бы определил, что на сегодняшний момент система управления охраной труда в Республике Крым выстроена. Она определена на различных уровнях. Это и межведомственная комиссия республиканского уровня, это и системы управления охраной труда на предприятиях, в том числе и обучение. То есть система выстроена, она определена, и мы в этом направлении работаем. Что касается самих показателей, я бы отметил, что динамика, конечно, положительная. Если в 2013-2014 годах уровень несчастных случаев, количество было, составляло более 200, 227, если точно, то на сегодняшний момент по результатам 2018 года 160. То есть мы видим динамику, но это не повод для того, чтобы почивать, так скажем, на лаврах. Потому что, к сожалению, несчастные случаи, в том числе и с летальным исходом, присутствуют. Они снижаются. Если было количество их 17, то на сегодняшний момент их 13. Мы эту ситуацию, конечно же, держим под контролем и всеми возможными мероприятиями, которые у нас, в том числе и программа охраны труда, подпрограмма охраны труда, которая в республике действует. Конечно же, мы по ней тоже работаем. Скажите, а вот эти среднестатистические показатели в республике Крым на материковой России отличаются как-нибудь? Конечно же, отличается. Дело в том, что, особенно в последнее время, мы прекрасно понимаем, чем больше количество вовлеченных в работу, конечно же, риски увеличиваются. Учитывая развитие республики социально-экономической строительства объектов, конечно же, в этой связи, конечно, количество есть определенное, есть риски. Но в рамках, я бы сказал, что учитывая сегодняшнее состояние, учитывая выстроенную систему охраны труда в республике Крым, мы, конечно же, проанализировали всю эту ситуацию и приняли решение о том, что республика Крым, как субъект Российской Федерации, включается и становится партнером программы Vision Zero. Это нулевой травматизм. И хотел бы отметить, что мероприятие всероссийского масштаба, которое проходило 19-20 сентября в республике Крым в Ялте, было получено свидетельство субъекта. И хотел бы сказать, что мы второй субъект в Российской Федерации, который становится партнером именно этой программы. — Скажите, пожалуйста, а вот я часто люблю сравнивать старые времена и новые времена. Нормативные базы изменились по, скажем, охране труда? — Вы знаете, может быть, они, конечно же, изменились. На фоне того количества стандартов безопасности труда, конечно же, они ужесточились. И самое главное — это контроль за их выполнением. Можно написать огромное количество требований, положений, порядков, но если отсутствует их выполнение, мы можем получить отрицательную картину. Вот то, над чем нам предстоит работать. И возвращаясь опять же к теме нулевого травматизма, это совершенно простые семь правил, которые совершенно... — Могли бы их превышаться? — Конечно же, это первое — это стать лидером, приверженцем этой программы, определять риски и контролировать их, создавать систему безопасности труда и гигиены, контролировать именно вот такую безопасность и гигиену. — Инвестировать в кадры, повышать профессиональную подготовку. Вот те простые правила, которые позволят любому работодателю, так скажем, улучшить состояние и показатели, то, что характеризует охрану труда. — Скажите, а в какой отрасли народного хозяйства, скажем, наиболее высокий показатель травматизма? Крыму? — Есть такая вот статистика? — Конечно же, есть. Мы постоянно анализируем эти показатели. Конечно же, это не только Республика Крым, это там, где много механизмов, в том числе и движущих, это, конечно же, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. То есть то, где наиболее подвержены риску, в том числе работники. И хотел бы обратить внимание, вот правильно вы начали сегодня утро именно с этой темы, потому что я думаю, что каждому работнику, да и каждому жителю, наверное, Республики нужно задуматься вот перед тем, как отправляться на работу или же, находясь на отдыхе, не забывать про свое здоровье и те мероприятия, которые позволят его сохранить. И не тратить, хотел бы обратить, что это кратно, когда человек теряет трудоспособность, средства, которые затрачивают для его восстановления, они кратны тому, чему можно провести мероприятия, которые не позволили бы ухудшить здоровье или же несчастного случая. — Ну а скажем, наиболее частый случай, вот несчастный, как его избежать? Я имею в виду, например, на предприятии. — Да, в том числе. Ну, мы говорили о семь золотых правил нулевого травматизма, да? — Вы их озвучивали для работодателя, а для, скажем, меня как работника среднестатистического. — А для вас, для работника, вы должны прекрасно понимать, что лучшего контролера, чем вы, нет. Вот предписано вам на рабочем месте пройти инструктаж, не просто поставить галочку и роспись, а качественно пройти, да, осознавая вот те шаги, которые вы делаете. — Проходя мимо каких-то там тех же пролетов лестничных, да, находясь на строительной прощадке, на высоте, если есть страховочные средства, то они должны использоваться. Есть средства индивидуальной защиты, вы должны их использовать, независимо от того, что я сейчас аккуратно все это дело сделаю. Вот как раз в такой момент усыпляется бдительность и вот получается негативный, обратный эффект получается, да. В том числе это касается и микротравм, на что в последнее особенно время уделяется очень большое внимание, потому что это тоже, казалось бы, незначительно, но тем не менее мелкие нарушения, они потом в конечном итоге приводят к наиболее крупным и более трагичным. — Леонид Евгеньевич, у нас, к сожалению, буквально 30 секунд, и я прошу вас, в этот, так сказать, почти мы завершаем эфир, обратиться к крымчанам и пожелать им здоровья. — Я хотел бы обратиться к крымчанам, вы правильно сказали, и пожелать им здоровья, и одной фразой — берегите себя. Вы очень дороги родным, близким, и в том числе и работодателю, на которого вы работаете, приносите плоды вашего труда, способствуют социально-экономическому развитию нашей республики. — И всей страны. — И всей страны в целом, конечно. — Спасибо вам большое. — Спасибо вам. — Спасибо вам. — Сегодня в студии у нас был Леонид Михалевский, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Еще раз спасибо большое. — Спасибо вам большое. Нота у нас мажорная, и я продолжаю ее продолжить следующим сюжетом, который не менее обрадует вас. Давайте его посмотрим. Синий, красный, желтый. От одного вида ярких всполохов цвета моментально поднимается настроение. Семья Алексеевых на протяжении 20 лет занимается изготовлением витражей. За это время свое жилище хозяевы превратили в настоящий дворец, усыпанный самоцветами. — Работа, честно говоря, кропотливая, требует усидчивости. И вы уж понимаете, работают со стеклом, порезанные пальцы там и так далее. Но с каждым годом уже все привыкается, и, честно говоря, уже даже просто получается удовольствие. Мы получаем от этого. Это больше даже, наверное, как хобби. Даже в самое маленькое изделие нужно вложить душу, уверена Эля. Работа со стеклом для нее стала частью жизни. Чтобы заниматься любимым делом, ее семье пришлось полностью изменить привычный быт. — Поначалу было как-то немного страшно, потому что у каждого была своя работа. Бросить все и поставить все на конвитраже — это было необычно. Но, тем не менее, слава богу, все получилось. Одна из серьезных сложностей — найти качественный материал для работы. Стекло должно подходить по многим параметрам — от преломляющей способности до толщины и плотности. Но самое главное — вдохновение, уверены мастера. Все начинается с идеи, а именно вот с такого эскиза. Затем нам необходим материал, детали которого мы вырезаем с помощью стеклореза, либо вот таких вот кусачек. В конечном итоге детали спаиваются между собой, и мы можем получить вот такой вот необычный полноценный витраж. Чаще всего художники работают со стеклом и металлом, но есть и более простая техника — пленочный витраж. Интересно, что, несмотря на видимую легкость, для работы с самоклеющимся полимером от художника требуется большая усидчивость. Александр Нефедов предпочитает именно этот метод. — Скажите, я еще у вас вижу на столе очень такой необычный предмет интерьера. Может быть, расскажете небольшую историю о том, как у вас эта птичка появилась, собственно? — Эта птичка появилась у меня. Эта дочка мне подарила, привезла с Америки так называемый, ну, такой вот подарок. Тиффани стеклянный. Ну, а все началось, вот я посмотрел на нее, ну, решил сделать ответный подарок. Начал делать сувенирные. Это подсвечники, светильники. На сегодняшний день существует большое количество витражных техник. В каждой есть свои особенности и сложности, но все они служат одной цели — оживить игрой цвета пространства и подарить радость наблюдателю. Сабина Петренко, Влад Мошек, Утро Нового Дня. От лица первого Крымского Крым-24 хотелось бы выразить благодарность, конечно же, за вот такие вот яркие, солнечные, позитивные цвета, которые украшают вот эту вот мебель, такой гарнитур. Ну, а от лица команды Утро Нового Дня я хотел бы поблагодарить новости за то, что они прямо сейчас находятся на включении с нами. Анна Нечуговская, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, чем сегодня порадуетесь, что у вас на повестке дня? Информационная повестка вторника обещает быть интересной. В течение дня мы расскажем вам о подготовке к отопительному сезону, как в республике благоустраивают общественные территории и насколько на дорогах к крымской столице чисто и убрано. Оставайтесь с нами, смотрите Первый Крымский и Крым-24. Будьте в курсе самых актуальных новостей полуострова. Большое спасибо. Хорошего эфира вам. Спасибо. Ну а мы свою вахту, так сказать, сдаем. Сдаем, да. К счастью, к сожалению. Не знаю, почему к счастью, потому что мы хотим продолжать трудиться, работать. Я тебя хочу, Ира, обрадовать, потому что буквально завтра мы снова продолжим трудиться. И вас, дорогие зрители, тоже мы с этим поздравляем, потому что завтра вы от нас не уйдете, и мы обязательно поднимем вам настроение. Ну а на сегодня? Все. Сегодня целых два часа для вас сработали Александр Ткачев и Ирина Берелек. И мы надеемся, что ваше утро стало хоть немножечко веселее, бодрее и красочнее. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова